Молдавский кинематограф В далеком 1965 году, приехав из Бельц в Кишинев, собиралась поступать на юридический. Ничего общего с кино. Когда Эмиль Латяну настойчиво предлагал главную роль в Красных Полянах, она сопротивлялась. Сказала «нет, я не хочу быть актрисой, я была девочкой, которая не знала слово «режиссёр». Кто такой режиссёр?» Но её убедили, и она даже нарушила родительский запрет. Следующим шагом, определяющим в её карьере, стала роль в фильме «Табор уходит в небо», который уже много лет занимает особое место в сердцах любителей кино. «Вот моя рада ходит не так, как я хожу. Она ходит, у неё совершенно другая походка. И надо было наблюдать за цыганками, как они ходят. Во-первых, пластически это всё выразить правильно. Во-вторых, если взять мою раду и меня, Светлану, мы с ней абсолютно разные». Фильм стал известен за пределами СССР и стал страничкой кинематографической истории. Настоящее признание Светлана Тома получила в Москве. Именно там она состоялась как актриса. Правда, частица её души всегда оставалась здесь, в родных краях. «Я приезжала, когда у меня был свободный день. Приезжала в Кишинёв, а оттуда на машине в Бельце. Всего на несколько часов ей уезжала. А когда я бывала на центральном рынке в Кишинёве, боже мой, встречала там актёров, которые стояли и продавали конфеты, разные безделушки. Мне становилось страшно. Так могла сложиться и моя судьба». «Сейчас с Молдовой её связывают только воспоминания. Родные, что жили здесь, уже давно умерли. Но Светлана ещё раз очень хочет увидеть Кишинёв». «В принципе, я готова приехать. Я готова приехать со спектаклями. Я готова приехать со своим концертом. Я готова. Но для этого должно поступить предложение и приглашение официальное. На сегодняшний день я представляю две страны, куда бы я ни приехала. Я представляю Россию, в которой я живу. Но я представляю Молдавию всю». «Она действительно любит родную землю. Красивая, состоявшаяся женщина. Она любит и любима. Она популярна и профессионально востребована. И она не живёт прошлым». «Это твои прошлые заслуги, а должны быть сегодняшние. В этой жизни надо трудиться. Надо верить в себя. Надо в каждой специальности делать всё, что от тебя зависит». «В сложные 90-е годы Светлана не могла прожить на те деньги, которые зарабатывала редкими спектаклями. Подрабатывала в частной фирме. Но сцена – это её настоящая любовь». «Актёры, такой народ, что тебе кажется, что свою главную роль ты ещё не сыграла. Она ещё где-то там, 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 там. И ты веришь, что ты ещё что-то сыграешь». «В завершении беседы актриса рассказала нам о своих простых правилах жизни. Их могут использовать совершенно разные люди, независимо от места пребывания и профессии». «Не жалеть себя, не жалеть свои эмоции, не жалеть работать, отдавать энергию. И это прекрасно». Субтитры создавал DimaTorzok